Добро пожаловать на канал Вкусно жить не запретишь! Сегодня на обед я предлагаю приготовить очень вкусную и сытную картофельную запеканку с мясом и грибами под сырной корочкой. Для приготовления картофельной запеканки с мясом и грибами я взяла очищенный картофель, мясной фарш, грибы, одну луковицу, тертый твердый сыр, майонез, соль и перец. Картофель я буду нарезать на тонкие слайсы с помощью своей вот такой вот терочки. Картофель порезан на тонкие-тонкие слайсы, теперь я его сразу же немного посолю, поперчу, добавлю одну чайную ложку сушеного чеснока и пару столовых ложек домашнего майонеза. все хорошо перемешаю. Картофель перемешанный пока может поставить в сторонки, займемся нарезкой лука и грибов. Лук буду нарезать тонкими полукольцами, так же полукольцами как и лук нарежу грибы. Грибы порезаны на тонкие пластинки и порезан лук, теперь это все вместе буду обжаривать до мягкости. Добавляю грибы и обжариваю вместе с луком до мягкости, до полуготовности, то есть слегка их пассерую. В отдельной сковороде обжариваю фарш. Фарш прожарила буквально пару минут, теперь добавляю специи по вкусу, у меня универсальная приправа, добавляю пару чайных ложек, все хорошо перемешиваю и выключаю. Парш сильно не зажариваю, просто довожу его до полуготовности. Перемешиваю грибы вместе с луком и буквально как только идет лишняя жидкость из грибов, все это я выключу и слегка посолю и поперчу. Грибы вместе с луком спассировали в течение пяти минут, стали мягкими, я их уже и посолила и поперчила, выключаю газ. Теперь беру жаропрочную форму, в которую буду запекать картофель, все распределяю ровным слоем по форме, сверху на картофель я выкладываю фарш, на фарш выкладываю обжаренные с луком грибы. Сверху на грибы посыпаю тертый сыр для придания хрустящей румяной корочки. Теперь поставлю в заранее разогретую до 200 градусов духовку, буду выпекать в течение 30 минут до готовности картофель. Картофельная запеканка готова, выглядели она вот так, сверху очень красивая румяная сырная корочка, аромат грибов, мясо, можно подавать к столу. Картофельная запеканка с мясом и грибами готова, отдаем ее еще горячей, вместе с легким овощным салатом и наслаждаемся вкусом. Всем приятного аппетита, готовьте и вы, радуйте себя и своих близких. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok